Все кадамы на своих местах. Более того, я потихоньку подселяю им в лес новеньких. Меня дико радует это занятие. Если б мне еще за это платили, честное слово, только этим бы и занимался. Делаются они довольно просто, зная себе гулять да развешивая засранцев. Знаете, что самое забавное? Я не первый, кому пришла эта идея в голову. На недавнем фестивале Глич, в тот момент, когда я уже дорисовывал лесного бога, ко мне подошел один незнакомец и поинтересовался, чем продиктован выбор персонажа для этой работы. Я ему, ну это же принцесса Мононоки, ну слово за слово и у нас завязалась беседа. Казалось, этот человек тоже в свое время расклеивал кадама, только в виде стикеров. И вообще, кстати, тоже художник, и мутит один интересный проект. В общем, приглашает в свою студию. И вот тут начинается самое интересное. Короче, этого человека зовут Димсон, и он занимается изобразительным искусством порядка 17 лет. Мало того, является автором одного крупного русскоязычного интернет-ресурса, посвященного искусству. Артификс. А лофт, в котором мы сейчас находимся, является одновременно и редакцией, и мастерской, и даже галереей. Тут реально есть на что посмотреть. Помимо работ других художников и друзей Димсона, здесь можно залипнуть на его собственные произведения. И это, я вам скажу, серьезная штука. Во-первых, это абстракция. На данном этапе его творческого пути не всегда было так. Во-вторых, это мать вашу флюр. То, что лично я сильно люблю и уважаю. В-третьих, с комментариями и рассказами непосредственно самого автора просмотр полотен превращается в какой-то глубокий психоделический трип. На первый взгляд большинство людей могут подумать, что это какая-то непонятная кислотная мазня. Но самое интересное заключается в том, что каждая картина – это история, это состояние, которое он испытывал в момент создания работы. А еще, когда сам автор рассказывает тебе, что происходило в тот момент с его жизнью, и ты начинаешь все это видеть в мазках и подтеках, ну, это магия. Не иначе. Да и там такая история, что хоть книгу пиши, в один видос уж точно не поместится. Да и вообще, помимо Димсона, здесь куча колоритнейших персонажей и масса любопытных деталей. Но речь пойдет не об этом. Мы решили создать что-то общее, замутить коллапчик, так сказать. И самое интересное, что повод не заставил себя долго ждать. На днях должен был пройти крупный фестиваль электронной музыки, и нам предложили оформить заброшенный трубопрокатный завод, который является одной из площадок мероприятия. Масштабы, конечно, колоссальные, реально впечатляют, но нам столько не нужно. Достаточно пару стен. В команду подтянулось еще несколько крутых ребят, и процесс пошел. У нас всего несколько дней на подготовку, придется попотеть. Ну, а продолжение этой истории вы можете посмотреть на канале творческого альманаха Artifix. Там как раз будет вся жара. А сейчас посмотрим, что вы навыкладывали за последнее время. А навыкладывали много, поэтому я выбираю только то, что мне понравилось, окей. Отдельное внимание хочу уделить портрет вам. Просто бомбическая прорисовка. Я в шоке. Ссылочку на его страницу я оставлю в описании. Зацените, у него там много чего годного есть. Ну, кстати, АТМ прошел уже довольно давно, а видосик-то про него только сейчас. Так что, если хотите немножко спойлеров, то инстаграмчик, знаете, что сделать с этим. А, все. Гоу на вторую часть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok